Добрый вечер, вторник, 19.30 на часах. Каждую неделю в это время на телеканале Югра программа «Прямо сейчас. Прямая линия». Я Константин Сапнов. Мы работаем одновременно и в телевизионном, и в радиоэфире, и вместе с экспертами программы. Ждем ваших вопросов. Звоните нам по прямой линии в студию. Номер телефона 393888, код Ханты-Мансийска, 3467. И прямо сейчас мы готовы начать обсуждение темы с нашими сегодняшними экспертами. Директором Департамента социального развития Югра Светлана Давиденко. Я вас приветствую, Светлана Алексеевна. Добрый вечер. И директором Департамента здравоохранения округа Алексеем Добровольским. Здравствуйте, Алексей Альбертович. Добрый вечер, Константин. Информационная повестка этой недели довольно плотно связана с темой демографией. Так, например, завтра в правительстве округа пройдет заседание Координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Югре. А 1 марта соберется оргкомитет конкурса «Семья года Югры» и начнется прием документов и материалов на конкурс «Семья – основа государства». Мы со своей стороны тоже решили поддержать эту повестку, обсудить в нашей студии вопросы демографии и поддержки семьи. Но для начала предлагаю посмотреть небольшой справочный видеосюжет. На сегодняшний день Югра входит в пятерку регионов лидеров страны по низкому уровню смертности. Сейчас средняя продолжительность жизни в России 72,5 года. В Югре – 74. Округ входит в десятку лидеров по уровню рождаемости. Если в 2000 году в округе рождалось порядка 13 тысяч младенцев, то в прошлом на свет появилось 25 тысяч маленьких югорчан. С начала этого года в стране усилена система стимулирования рождаемости. Это необходимо потому, что в ближайшие 5-6 лет в основном рожать будут женщины поколения 90-х. А как известно, в тот период наша страна переживала настоящий демографический кризис. В качестве одного из стимулов при рождении первого ребенка российским семьям с 1 января уже выплачивается новое ежемесячное пособие в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей. В Югре это почти 14 тысяч рублей. Сегодня у нас в округе действуют 92 вида социальной помощи, которую получают семьи. Примером повышенного внимания властей к вопросам демографической политики служит и то, что с этого года в России началось десятилетие детства, объявленное указом президента страны. Напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что номер телефона прямой линии нашей программы 393-888, код Ханты-Мансиско 3467. Подключайтесь к разговору, мы ждем ваших звонков. Коллеги, вот какая-то информация прозвучала определенная в сюжете, но может быть какие-то значения, может быть еще надо добавить, которые о демографической ситуации в Юре, которые может быть даже и надо добавить, в каком-то может быть даже сравнительном характере. Алексей Ребертович, с вас начнем. Может быть и начнем с медицины, я так скажу. Югра регион счастливый, и он прирастает, во-первых, он растет, нас становится больше, у нас рождается жителей в два раза больше, чем умирает. За прошлый год, сказали, 25, 16, 25, 2017, чуть меньше, но более 23 тысячи жителей родилось, и у нас положительные показатели естественного прироста. Нас становится больше не только за счет того, что кто-то там к нам приезжает жить и работать, и мы привлекательные. Нас становится больше, в первую очередь, за счет того, что у нас рождается больше новых югорчан. Не так много сегодня регионов в стране, которые могут похвастаться этим. Ну, вот то, что в десятку мы входим по уровню рождаемости, в десятку лучших регионов. В десятку лучше по уровню рождаемости, в пятерку по низким показателям смертности, в первые 5-6 регионов по показателю естественного прироста. Поэтому это хорошо, это здорово, это говорит о том, что будущее у региона есть, но он прирастает нашими местными жителями, нашими детьми. Светлана Алексеевна, со своей стороны, что можете добавить? Я поддержу здесь Алексея Альбертовича в том, что действительно регион комфортный для проживания, и если говорить о демографической политике, которую реализует правительство автономного округа, здесь нужно говорить все-таки о комплексе, да, это не какое-то одно узконаправленное направление для реализации демографической политики, это комплекс, в первую очередь, который помогает решать вопросы качества жизни, в первую очередь. В качество жизни необходимо отметить, входит здесь все, значит, обеспечение комфортного проживания, значит, создание комплекса мер поддержки по рождаемости и воспитанию детей, да, качества медицинской помощи, качества обслуживания различного направления. И вот этот комплекс мер, он на сегодня создает ту комфортность, которую мы называем демографической политикой и реализуем ее, в принципе, успешно. Если говорить о численности населения, сегодня в округе проживает порядка миллиона 700 человек, и за последние три года мы приросли практически на 43 тысячи населения, это постоянно вот, которая динамика проживания идет. Поэтому здесь нужно говорить действительно о движении вперед по этим направлениям, и округ здесь динамично развивается во всех отраслях социального направления. И если говорить, вот как я еще раз говорю, поддержу Алексея Альбертовича, о том, что на сегодня качество нашей жизни, оно все-таки растет. Естественно, требование к качеству жизни растет, да, то есть мы не стоим на месте, мы двигаемся. Меры социальной поддержки, которые озвучили с каждым годом, прирастают у нас, да. На сегодня в округе существует 41 мера социальной поддержки. Именно мер социальной поддержки, я говорю по линии Департамента социального развития, которые именно направлены на поддержание семьи, рождаемости и комфортного проживания. Тут и компенсации, и пособия, и различные выплаты. Если говорить о многодетных семьях, мы на сегодня уже выросли до цифры практически 25 тысяч с половиной у нас многодетных семей. Семьи многодетные, это трое более детей, да. То есть это очень динамичный рост идет, то есть люди себя чувствуют уверенно, и, естественно, у нас идет рождаемость такая хорошая. Алексей Альбертович, а вот Вы назвали эти показатели про пятерку по низкому уровню смертности и по высокому уровню рождаемости в десятки. За счет чего, за счет каких факторов такие показатели достигаются? То есть что влияет на эти цифры? Я бы все-таки на первое место поставил факторы социальные, а не медицинские. Комфортно для того, чтобы здесь жить, комфортно для того, чтобы здесь работать. Есть работа, есть достойная работа, есть достойная заработная плата, и тогда вот есть чувство комфорта у семьи, чувство веры, уверенности в будущем, да. И тогда вот рождаются не только первые, да, вот дети здесь все проще, рождаются и вторые, и третьи дети. Вот это для нас на первом месте. Вот второе, вот медицину поставил бы все-таки здесь уже не на первое, а на место второе. Но снижение смертности это ведь все-таки, наверное... Медицина, наверное, в первую очередь тоже вот в этой уверенности в том, что она есть. Да, может что-то не нравится, на что-то жалуются и справедливо жалуются, но тем не менее, видя, как, зная, как это чуть труднее получить за пределами автономного округа, да, и вот тот уровень доступности и первичной помощи, и уровень доступности высоких технологий, он тоже вселяет определенную верность. У нас за прошлый год только более 1200, вот мы где-то здесь помогаем родиться большему количеству детей, это не десятки процентов, но все равно вот более 1200 супружеских пар, у которых проблемы с появлением детей, они прошли цикл экстракорпорального плодотворения в прошлом году. И у нас в округе более полутысячи детей в прошлом году появились после вот таких вот медицинских манипуляций, процедур, которые помогают появиться югорчанам на свет. Это не очень много, но на наш взгляд и не очень все-таки мало. Все-таки существенно, существенно. Поэтому тут медицина, она, наверное, рядом с местом первым, но не на нем находится. Но все-таки вот в преклонном возрасте человек, конечно же, чаще нуждается, так сказать, и в медицинской поддержке, и то, что вот уровень смертности... На мой взгляд, здесь так. Если говорим о том, где оказываются сегодня пенсионеры, вы знаете, из округа давно перестали уезжать, жить в теплые края. Ну, даже привозят. И он стал привлекательным не только для работы, но и для того, чтобы действительно сюда привезти своих родителей. Они сюда приезжают сначала жить, сначала работать, а потом привозят и родители не только для того, чтобы сидели с внуками, до которых, вот, говорим, что чем больше, тем лучше. Поэтому округ, он привлекательен и тем, как здесь организовано оказание медицинской помощи, как организовано льготное лекарственное обеспечение. Поэтому то количество жителей, которые теперь не уезжают, это тоже показатель благополучия, комфортных условий жизни здесь. И все-таки, Светлана Алексеевна, вот тем, кто приезжает, пенсионеры, как-то на равных условиях получают они поддержку социальную? И не только они. Ну, есть, конечно, какие-то определенные ограничения, то, что касается адресности, адресности, да, вот, в оказании социальной поддержки. Мы хотим отметить все-таки, что у нас на сегодня меры социальной поддержки носят, так скажем, адресный характер, подход от нуждаемости. Мы все-таки здесь принцип нуждаемости, это во главе угла стоит. Но все, что касается других мер социальной поддержки, ну, в любом случае, основной доход пенсионера, это его государственная пенсия. Да, и немаловажно, сколько лет отработал, откуда ушел на пенсию, с какого заработка и так далее, и так далее. Но это федеральное законодательство, и оно четко все это определяет. Говорить о региональных мерах социальной поддержки гражданам пожилого возраста, здесь тоже можно делать несколько аспектов о том, что есть федеральное законодательство, есть окружное. Поэтому все, что предусмотрено федерально, мы также это все назначаем и выплачиваем. И говорить о том, что здесь каким-то образом резко идет снижение уровня дохода, конечно, это будет неправильно. Там, где у нас пенсии ниже прожиточного минимума, в регионе существует региональная социальная доплата, которая именно выполняет свою функцию и выравнивает этот уровень до определенного прожиточного минимума. Поэтому, еще раз говорю, что сбалансированные меры социальной поддержки, они позволяют на сегодня гражданам пожилого возраста чувствовать себя достаточно комфортно. Еще необходимо говорить, если мы говорим о качестве и продолжительности жизни, в округе созданной существует комплексная система социального обслуживания. То есть, помимо этого, мы предлагаем нашим уважаемым гражданам пожилого возраста, это социальные услуги и реабилитационного направления, и оздоровительного направления, и творческий потенциал. Здесь у нас могут люди раскрыть. То есть, все зависит от желаний и, так скажем, своих возможностей. И, в принципе, все пути для активного образа жизни, это и по линии спорта, и по линии культуры, они, в принципе, все здесь доступны и пользуются спросом нашими гражданами. Ну, в общем, интерес к жизни поддерживается всесторонне. Он только прирастает, да. Даже у них старшее поколение. Вот Алексей Альбертович уже сказал о том, что все-таки фундаментом улучшения демографической ситуации остается семья, даже не миграция. И вот в современных условиях все-таки какие-то проблемы, какие-то вызовы в отношении института семьи, они существуют. Ну, так скажем, кризис отцовства, может быть, что-то такое. Или семьи, которые child-free, не хотят заводить детей. Вот какие основные, на ваш взгляд, вызовы, которые сейчас испытывает институт семьи, и как с ними бороться? Ну, такие вызовы, они, я так думаю, на протяжении всего рода человеческого существуют. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшую сторону. Но я бы все-таки хотела сделать акцент на том, что какие бы у нас кризисы ни проходили, семейные, да, там всплеск разводов, всплеск одиноких родителей, да, на сегодня. Но есть очень положительные традиции и ценности, и на сегодня в округе очень прогрессивно развивается именно пропаганда семейных ценностей, которые делают определенные свои, уже на сегодня, успехи и плоды, да. То есть мы говорим о том, что целый комплекс мер, которые направлены на сохранение семьи. В том числе вот то, что вы сказали, конкурс «Семья года» у нас на сегодня, в 2018 году стартует. И мы будем принимать заявки и подводить итоги. И, в принципе, это одна из тех мер, которые поддерживают традиции семейного единства. Вот. Если говорить о том, что действительно это дает уже определенные результаты по именно сохранению семейным ценностям и традициям, да, я вам скажу, что у нас в округе один, мы практически в одной пятерке идем с субъектами Российской Федерации по снижению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это огромное, считается, достижение, усилие всего правительства. И именно во главе угла стоит вот о том, что у нас эта категория детей сокращается. Но необходимо отметить все-таки, какими, так сказать, инструментами у нас на сегодня это достигается. Необходимо отметить, что по инициативе губернатора автономного округа Натальи Владимировны Комаровой создан семейный совет, да, на котором поднимаются все проблемы, все, что касается семьи. Это обсуждается, решаются с привлечением общественности, экспертов. Здесь обсуждаются проблемы социальной сферы, строительства, законодательства. И это является тем инструментом, когда народ действительно очень поглощен в эту тему, и он неравнодушен. И это самое главное. Если говорить о конкурсах «Семья года», вы посмотрите, у нас каждым годом прирастает количество участников. То есть люди настолько заинтересованы, именно хочется всем рассказать о том, как они сохраняют, чем они сохраняют, и чем ценны их отношения. Поэтому вот я бы говорила про все-таки достижение той семейной политики, которая у нас сегодня реализуется в автономном округе. Ну а какие главные приоритеты? Значит, если говорить про... Задача семейной политики. Ну, естественно, самый главный приоритет — сохранение семьи. 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 У нас один единственный приоритет. И на сегодня над этим приоритетом работают все заинтересованные службы. И, ну, у меня, конечно, сейчас нет статистики по разводам, по бракам. Это такая цифра. Ну, она плавающая, можно сказать. Она динамичная, она плавает, то спадает, то возрастает. Поэтому все-таки, если говорить опять о ценностях семейных, по семье года. Он у нас вообще работает с 2004 года. Представляете, какая-то масса конкурсов прошла, масса, сколько приняли участие семей. И постоянно эта цифра возрастает. Если говорить про семья, конкурс «Семья. Основы государства», он работает с 2011 года. И тоже по нарастающей с каждым годом у нас перерастает количество участников. Если говорить, что мы идем практически в ногу с Российской Федерацией. То есть на уровне Российской Федерации тоже есть. И материнская слава. Значит, и тоже семья года, надо необходимо говорить. Поэтому это вообще, в принципе, прослеживается на всей Российской Федерации. И каждый субъект, он определяет для себя, какими, так сказать, инструментами мы будем сохранять эти ценности. И воплощать их дальше в жизнь. И передавать из поколения в поколение. И по поводу конкурса, Светлана Алексеевна. Вот он как проходит? Сначала региональный этап, да? Как-то заявляются люди. Потом уже общая окружная. Ну, мы вообще идем в унисон с Российской Федерацией. Да, потому что Российская Федерация объявляет номинации. На сегодня семья года Югры по пяти номинациям проводится. Это трудовая династия, древо жизни, многодетная семья, аборигенная семья и замещающая семья. Вот. И на сегодня это проходит под девизом «Я горжусь своей семьей». То есть разработаны, естественно, нормативные документы, которые определяют пакет. Необходимо представить пакет документов за достижение своей семьи. Именно в зависимости от номинации. Да, и с 1 по 16 марта мы уже принимаем документы в департаменте в 504 кабинете по улице Дружбы народов 14, город Ханты-Мансейск. Потом будет, значит, уважаемое жюри оценивать это все. И подводить итоги мы будем уже в Нефть-Юганске. Победители будут определяться по итогам, конечно, этого большого конкурса. И почему в Нефть-Юганске, поскольку существует в округе традиция, что награждение происходит на той территории, которая являлась семья, из которой являлась победителем в прошлом году. Поэтому у нас Нефть-Юганск в этом году номинирует, солирует, и мы будем подводить итоги уже в городе Нефть-Юганске. А какие награды? То есть за что борются участники? За что борются? За статус. За статус. Ну и, естественно, без наград никто не остается. Алексей Леонидович, вы как семьянин не думали о том, чтобы каким-то образом... Я вот сейчас номинации перебирал, перебирал, примерялся. Я на самом деле... Я так скажу, если про семью, то очень многое зависит на самом деле от тех, кто эту семью создает, и как эту семью оберегает, охраняет. А если о том, какой здесь вклад в систему здравоохранения... Я уже говорил о том, что больше полутысячи детей в этом году появились они с помощью тех технологий, которых раньше не было. Мне кажется, вот это вот, наверное, самое такое яркое, самое заметное, то, что система здравоохранения, вот она, кроме качественной медицинской помощи, самых-самых разных направлений, да, есть вот еще такие узкие, но очень нужные направления, которые тоже свой вклад, мне кажется, абсолютно ощутимые, осязаемые, да, его дают. И это важно сохранять и развивать. И это выкупе у нас получается. А вы, как эксперт, и как гражданин, и как семьянин, по поводу вызовов в отношении, так сказать, семейной семьи, института семьи, как-то вот можете какую-то оценку дать? А вы знаете, мне кажется, очень все перегрето. Перегрето, да? Много слышу, но мало их вижу, да, и вот, мне кажется, мы иногда недооцениваем, иногда переоцениваем новые технологии, новые информационные потоки, но все то, что касалось раньше семьи и отношений мужчин и женщин, оно таким и остается. Вот, и все эти вызовы, они приходят и уходят, а вот то, что делает людей счастливыми и благополучными, оно есть, оно здесь с нами, и оно зависит очень сильно от нас, а не от этих перечисленных вами вызовов. Угроз. Да. Ну, все-таки неполная семья тоже семья, ведь, будем так говорить. У нас один человек, и то семья называется. Да? Один человек проживает, это называется семья. В любом случае поставить. Вы уже сказали о том, что поддержка семьи и института семьи, она же может не только базироваться на каких-то финансовых выплатах, все-таки семейные ценности можно поддерживать и не только за счет, так сказать, финансовых влияний. И вот конкурс «Семья года», по всей видимости, вот один из таких примеров, а еще каким-то образом в обществе. Вы знаете, жалко, что нет, такой прививки сделал, да, и вот. Поддержали. На самом деле, это вера, это те ценности, которые есть. Что-то мы жили, может быть, 30-40 лет назад с одними ценностями, да, сейчас действительно что-то меняется. Но ценности общечеловеческие, они очень похожи. И их миграция, их движение, оно гораздо медленнее. Не надо этого бояться. Оценивая все-таки перспективы развития демографической ситуации на территории округа, что можно сказать, какую оценку дать, то есть каким образом будет в дальнейшем, скажем так, прогрессировать эта ситуация, в какую сторону. То есть какие-то, может быть, дополнительные, что ли, меры поддержки нужно для того, чтобы она, ну, так сказать, нормально развивалась. И к чему мы идем, собственно говоря, вот развивая приоритеты ее демографической семейной политики. Ну, я бы здесь, наверное, вот в начале своего выступления, так скажем, я сказала, что это комплекс, это комплекс мер, и одна служба это все, естественно, не делает. Это комплекс мер. В первую очередь, это что нужно для комфортного проживания семьи. Это доступное жилье, это качественное образование медицины, это комплекс мер социальных поддержки. И, естественно, вот именно составляющая вот этих вот трех, она дает свои результаты положительного, так скажем, существования семьи. Естественно, как вы сказали, что не все материально, как бы, у нас заложено именно в благополучии нашей семьи. Естественно, здесь делается упор на то, что мы говорим про семейные ценности, про его пропаганду и правильности понимания. Вот на сегодня, конечно, в приоритете ставится воспитание детей, молодежи, для того, чтобы эти семейные все традиции переходили с поколения в поколение и именно ценились, и признавались. Поскольку, как говорите, масса угроз, у нас на сегодня социальные сети. Люди не говорят, что масса, но есть определенные угрозы какие-то. То есть есть у нас на сегодня социальные сети, я знаю, что вот некоторые люди и телевизор тоже перестают смотреть, потому что вся информация именно берется с социальных сетей. И, наверное, на сегодня еще очень главная составляющаяся вот того благополучия, про которое мы говорим, это все-таки информационное поле. Та информационная, так скажем, составляющая, которая сейчас проходит вокруг нас, она очень многогранна. И самое главное нашей молодежи помочь выбрать ту, которая ценно, достойна, и именно по которой они будут жить и выбирать дальнейшее свое будущее. Вот от того, как мы будем с вами вместе формировать это информационное поле, как мы будем это все управлять этой системой информационной политикой, ну, наверное, тоже огромная составляющая того, той моральной стороны, которая, как мы называем, семейные ценности. Я считаю, что именно во многом от этого зависит на сегодня благополучие семьи. Алексей Робертович, извините, у нас буквально остается одна минутка. Со своей стороны, что мы говорим? Знаете, здесь так, в заключении скажу, у нас в округе становится все больше и больше. Там мы говорим, вот, естественно, при росте, то есть небольшая миграция, но, тем не менее, 15-20 тысяч жителей в год прибавляется, прибавляется и прибавляется. Мы говорим о том, что у нас округ очень молодой, но он и очень быстро стареющий. То есть, вот, если средний возраст 32, теперь 34 года, 35 лет, средний возраст жителей, да? Поэтому вот наша задача тоже успевать за этими переменами. Систему здравоохранения подстраивать под те требования, которые тоже меняются. Вот. Но, еще, это здорово, когда в таком, может быть, не самом теплом, не самом солнечном регионе люди стремятся сюда жить. Люди стремятся здесь рожать своих детей и мечтают о том, чтобы они и учились здесь, ну, или если не учились здесь, то возвращались сюда жить и работать. Наверное, вот это вот то большое, мы говорим о том, что для создания семьи и сохранения семьи зависит от каждого из нас, а есть то, что зависит от региона, от общества, на самом деле от руководства региона. Да, поэтому вот все то, что сегодня делается, оно измеряется по гамбургскому счету вот этим вот результатом. Насколько нас стало больше, насколько мы привлекательны. Поэтому я только за то, чтобы это дальше продолжалось. Время наше в эфире подошло к концу. Я благодарю вас, Светлана Алексеевна, Алексея Алибертой, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в программу. Ну, все, кто нас слушал и смотрел, спасибо за внимание. Пишите, звоните в редакцию в течение недели, номер телефона 393870. Ну и, конечно, к нам в студию программы прямо сейчас. На связь по прямой линии мы выйдем также в теле и радио эфире на следующей неделе во вторник в 19.30. А пока всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»